Сегодня же глава Ростуризма ознакомился с ходом реализации некоторых проектов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Рабочий график руководителя федерального агентства довольно плотный. До совещания в Доме правительства Олегу Сафонову предстояло увидеть Чебоксары глазами туристов. Первая остановка в этнокомплексе Амазония, который в перспективе должен стать местом притяжения для всех гостей, прибывающих в столицу республики. Расположенный на Волжском косогоре, он подходит и для водного туризма. На берегу Волги будут обустроены специальные подъемники и пирс. Авторы проекта продумали и зоны для комфортного отдыха горожан. Начали строить город аттракционов. Тоже успех хороший и результаты экономические у нас очень хорошие. Сейчас пока 13 аттракционов мы поставили. А вот это что тут будет? Здесь у нас гостиничный комплекс, он у нас на косогоре. Лет 5 назад, когда мы здесь заросшим парк, студенты пиво на камешках купили. А сегодня это жемчужина. В ближайшие годы здесь намерены возвести и аквапарк. На первом этапе обустроили открытые уличные бассейны. Летом в этой зоне от отдыхающих не было отбоя. Люди действительно очень с удовольствием приходят сюда, отдыхают. Независимо от того, что мало места, ну то есть было бы больше, было бы больше и соответственно людей. Экспериментально этот момент, я думаю, что он был очень положительный такой. Для инвесторов это был такой старт, чтобы пощупать почву. Олег Сафонов предложил использовать уличные бассейны круглый год. Для этого здесь необходимо возвести специальные навесы с отоплением. Зимой будет готово принимать гостей набережная столицы. Здесь планируют обустроить каток и лыжную трассу. Чтобы оценить работы подрядчиков, руководитель агентства предпочел пешеходную прогулку. Здесь зимой тоже очень много различных кайтингов, на буранах ездят, и рыбаки. Рукорезы ходят там на берегу. Это три, наверное, есть, нет? Реконструкция набережной ведется под контролем Федерального агентства по туризму. Уже проведенными работами Олег Сафонов оказался доволен. Здесь обустроили спортивные площадки, фонтаны и обновили пляжную зону. Это вообще, можно сказать, что в рамках экологической программы очистка Волги. То есть вот эти очистные сегодня, все стульки, которые попадают, они не только для пляжи, а в целом очистки для Волги. Следующий этап – реконструкция четырехкилометрового участка. Пока позволяет погода, подрядчики мастят тротуары и обустраивают ливневые стоки. Для удобства горожан здесь обещают предусмотреть и новые спуски. В перспективе должна измениться и Красная площадь. Олегу Сафонову представили предварительный проект. Это мы планируем сделать общественное пространство для проведения различных мероприятий, в том числе какие-то концерты, фестивали. Это пока вот такая идея, она не окончательная, но планируем, что здесь в виде волны сделать навес такой. В ближайшее время этот проект намерены включить в целевую программу. Последнее слово за ростуризмом. За свой счет уже в следующем году администрация столицы планирует создать многофункциональную спортивную площадку на заливе. Дмитрий Ковалев, Арена Гавелян и Павел Рызков. Республика.